А новгородское мотосообщество сегодня как раз голосовало за соблюдение правил дорожного движения и взаимовежливость. Голосовало в форме мотопробега по городу в сопровождении сотрудников госавтоинспекции. Анна Вихрова присоединилась к акции. Люди делятся на две категории. Те, кто любят скорость и адреналин, ну или хотя бы хотят это попробовать, и тех, перед чьими окнами каждый вечер разъезжают байкеры. У нас проходит операция «Мотоциклист». Цели и задачи основные – это снижение дорожных транспортных происшествий с участием водителей мотоциклов и также пресечение нарушения правил дорожного движения. Вопрос по поводу соблюдения правил мы переадресовали президенту новгородского мотодвижения. Как раз и повод подходящий – совместная акция с госавтоинспекцией. В городе несколько десятков, наверное, под сотню активных мотоциклистов, да. Ну, представьте, условно говоря, 95 катаются с соблюдением правил дорожного движения, а 5 вот так, ну, беспределят, назовем, да. У людей-то отложится именно мнение именно об этих пяти. Что уж скрывать, мотоциклисты хоть и любят привлекать внимание, но все-таки это не касается пристального надзора сотрудников ГИБДД. Есть у байкеров и внутренние негласные запреты, игнорирование которых считается дурным тоном и внутри сообщества не поощряется. Как правило, это касается серьезных правонарушений. В подтверждение сотрудничества и добрых отношений между мотолюбителями и госавтоинспекцией делаем символичный круг почета по городу. На небольшой скорости даже удается поговорить с водителем. У мотоциклистов и своя отличительная культура есть и приветствие. А главное, что среди любителей острых ощущений не важно, сколько стоит твой байк, главное, как ты им управляешь. Доехали буквально с ветерком. Я не знаю, насколько это было весело снимать со стороны, но вот кататься очень волнительно. В общем, хотя бы раз в жизни попробовать прокатиться на байке стоит каждому, хотя бы в качестве пассажира. Анна Вихрова, Андрей Шестаков. Новости Новгородское областное телевидение.